сделаю сравнение 3 шутки диодов вот один шутки диод вот такой будет покупал на алиэкспресс все три один вот такой вот к сожалению этот товар теперь недоступен вот я пять покупал это я вот продавец был хуанг синвел вот у него не надо покупать он какой-то на мой взгляд поделку продал пять штук и за 6 евро еще причем очень дорого вот падение напряжения на нем 0,48 вольт 82 вольта если так мерить теперь заодно все про покажу другой диод вот такой тоже якобы шутки но по-моему они шутки вот такую тут 10 штук тут хоть и подделка но зато цена адекватная более-менее тут я думаю силиконовые обычные диоды просто якобы под видом шутки диодов продаются вот у них и номер такой самый вот 5113 то есть этот номер вроде бы должен быть у всех разный вот на этих вот диодах вот у них у всех разный номер у них ножки короткие обрезаны то есть это оригинальные оригинальные они где-то видимо работали уже и не некоторые там один немножко дома корпус они совсем другие они вот эти не оригинальные они какие-то все поцарапанные вот такие они как пластмасса и другая другая такая какая-то и поцарапанная вот например вот этих оригинальных них вот какая-то такая чистая пластмасса без никаких там царапин тут царапины такие другие тут 109 15 а тут 104 15 разная цифр вот тут какие отзывы можно посмотреть на этих вот на этих вот тут продавец какой чензинг соусе элег компани стори 99 и 6 положительных отзывов на этом 98 и 2 положительных вот на этом теперь посмотрю падение напряжения там 0,466 вольт. Ну а теперь на этом оригинальном посмотрю. Вот, стоил он 1,52 евро за 4 штуки. Вот, 1,49 евро уже подешевел вроде бы немножко. Мне может повезло, мне оригинальный выслал он, а другим может поделки. Или другой раз, если не закажу, может поделки вышли. Ну тут состояние пишет новое, но тут вообще-то может и не новое. Ну тут точно не новое. Вот, продается на шоп 1,9,8,3,0,61, story. 96,4 положительных отзывов. Лет работы 2. Что-то не пишет. Этого лет работы 1. Тут видимо даже ни одного года не проработано. Соответственно описание 4,9, у этого 4,8. Так что по отзывам ничего нельзя судить. Вот тут никаких отзывов не было. Вот, попались оригинальные. Хотя вот тут тоже вроде бы не было отзывов и попались в поделки. Еще так дорого. Вот тут 6 долларов и 5 штук поделок каких-то. ерундовых. А тут 4 штуки и 1,49 долларов оригинальный. То есть не долларов, а евро. Ну теперь напряжение. Вот я через лампочку. Тут 8 вольт, но когда с лампочкой просядет где-то до 6 вольт. Вот 12 вольт и автомобильная лампочка. И пропускать буду через диод и замерять падение напряжения. Где-то там. вот все готово, пересталось скоснуться, лампочка загорелась, вот один и один пять вольт и потом начинает она падать, потому что диод нагревается, становится меньше напряжение падения. Это свойственно силиконовым диодам, у шутки вроде бы на вывод. У шутки сперва как бы она падает, а потом уже начинает подниматься. Вот уже чувствую, что диод горячий. Теперь вот это да. Вот он где этот пункт, потом падает. О, 25 еще у меня есть. Мур 860 диоды за 9 евро. Они тоже достаточно быстрые. Они такие быстрые, как шутки. Вот уже до 0.80-86 спаунок. Слышно, вот тут трансформатор питается от сети, поэтому там немножко, скажи, не примирит. Там незначительное. 0.875. 0.875. 0.875. 0.875. 0.875. Ну, уже он горячий, уже трудно удержать. 0.875. 0.875. 0.875. 0.975. 0.5. 0.09. 0.19. 0.19. 0.19. 0.19. вот еще мы проверим вот лучше добавить 3 евро и таких 25 штук и купить вот этих поделок за 6 евро и 5 штук я проверяю теперь этот мур все эти диоды 600 вольт но меня порадовало от этого последнего диода сегодня присылка сегодня пришли они оригинальные что у них я смотрел то там считают они даже до 1000 вольт могут работать там есть график я на не 3000 вольт у них там где-то микроамперы ток обратного хода то есть они хоть и на 600 вольт но они на самом деле 1000 вольт могут держать просто там немножко обратный ток вырастает побольше чем хотелось бы вот мы уже горячий не можно удержать 886 тимур уже не помню я смотрел падение напряжения на всех диодах нет но теперь на оригинальном теперь этот оригинальный я касаюсь один вольт тоже падает но там под этой шитом и вроде бы и показано что там минимальное падение напряжения где-то 0,7 вольт и и когда мультиметре мерю показывает 0,8 вольта в этих всех 0,4 вольта показывал что-то идет и должен как бы большого падения иметь на потому что там как бы много шутки диодов наверно в последовательно включено как бы не могут быть невысокое напряжение вот 0,0,2 вольт и дальше не падает вот начинает уже подниматься даже особенность видимо шутки особо не падает вот опять поднимается все он уже горячий еще удержать но еще у всех раз сок проверим напряжение так это поделка 0,4,7,6 следующий 0,4,7,6,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7,7 40 0474 следующий так как бы шутки 0 4 6 0 это силиконовая вот этот 07 29 настоящий шутки не вот на 600 вольт может покажу даташиды еще меня тут под рукой даташид этого диода есть как я с него и начну вот c sd-100 160 а тут без а вот самое интересное это график вот у нас температура 25 градусов поэтому нужно смотреть вот эту тут кривую вот она где-то вот тут 2 вольта 46 вот где-то 8 вольт должно быть начинаться падение напряжения мультимет 0 8 вольт должен показывать ну и вот тут вот какие его характеристика то есть вот этот 600 вольт он уже все там уже ток начинает расти поэтому он действительно где-то до 600 вольт вот это вот там же корочение происходит далее d10 g60 c вот такого именно даташи то я и не нахожу они вот направляют на такого тоже все хорошо вот тут тоже 25 градусов нужно смотреть скривую потому где-то вот это вот так идет и тут тоже около 0 0 8 вольт 0 3 или 0 4 при малой нагрузке никак не может выдать ну и тут обратный ток тут микроампер это к сожалению не показывает какой выше тут вот одна микроампер 10 микроампер не показывает как он дальше этот график он может дальше вот так пойти может еще там дальше так идти вот только до 600 вольт пока и дальше последние диоды ц 3d 160 криво ты тут криво вот и на них три написано только тут почему-то корпус другой на поиски этого диода направляют на этот даташин вот и они самые хорошие по моему вот у них вот при 25 градусов например вот кривая она даже вот это вот он даже может где-то там в атаке все от может даже больше тут 1000 вольт вот обратный ток микроампер и так вот 100 микроампер это же ерунда при больших нагрузках вот можно там считать что это диод на 1000 там 100 вольт где-то хотя он выдается как 600 вольтовый диод 60 вольт и 14 ампер при 135 градусов а при меньше градусов он там 29 ампер может даже при 25 градусов 29 ампер ну и падение напряжения тут уже вот тут минус 25 вот это вот 25 градусов и она где-то тут идет ну и где-то вот тут не ясно видно может где-то 075 или 07 вольт где-то наверное где-то так и есть ну и теперь еще мур посмотрю для сравнения вот мур 860 8 ампер они вот тут падение напряжения пис пишет вот 1 и 2 вольта и 1 и 5 это при 8 ампер они другого напряжения не пишет вот тут мур 840 вот 860 нужно 860 смотреть при 25 градусов 1 и 5 вольт при 150 градусов 1 и 2 вольт ну и тут вот тут вот тоже пишет падение напряжения при разном токе но тут отличается во первых это кривая от шутки диодов кривой вот всех шутки диодов она сперва как бы чем выше тока то есть чем выше температура сперва тем лучше а потом уже чем выше температура тем хуже уже больше падение идет а тем ниже тем меньше при большем токе при меньшем токе чем выше тем лучше меньше падение она такая нестандартная не как у силиконовых диодов а у силиконовых она идет всегда чем больше температура тем тем лучше тем меньше падение напряжения но зато быстрота их падает тогда выше температура поэтому не лучше при высокой частоте но это тот тоже вот показывают обратный ток но тут тоже только к сожалению до 600 вольт больше не показываю и тут падение напряжения начинают отсчитывать от 0 5 вольт поэтому так и не ясно на сколько там доходит при 0 вольт сколько там будет напряжения а тут вот это отсчитывает на шутки диодов от 0 вольт поэтому тут удобнее смотреть я может гер 800 гер 508 попробую посмотреть на дальше там посмотреть вот гер 508 на 1000 вольт идет вот тут тоже график есть нужно увеличить вот при 0,01 вольте у них падение напряжения где-то вот 0,5 вольт так это при гер 308 это при у гер 308 хотя бы 508 но у 308 небольшой разницы нет то есть при 0 вольте там будет еще меньше 0,5 вольт где-то у гер 305 еще меньше вот 0,5 вольт где-то гер 305 почему тут пишут гер 508 а там 308 вот 5 ампер падение на 185 это при 5 ампер силиконовых диодах при малом очень токе очень малое напряжение но при возрастании тока вот 1 ампер уже напряжение становится 1 и 1 вольт 1000 вольтовых диодов ну и можно еще проверить их ER308 от падения напряжения вот 0473 он хоть и 100 вольтовый но вот как и у тех 0474 они как бы видимо в один корпус все все диоды забивает они ультрафляции напишут они что хотят может быть так точно не знаю возможно характеристики их там одинаково примерно вот 0465 у этого 0476 немножко раз него это через лампочку его тоже можно проверить вот 1 2 вольта немножко похуже чем чем вот эти он просто пункт послабее тот держит приблизительно все одинаково вот нагрелся одинаково вот где я говорил что один корпус оригинального оббит вот немножко все одинаково вот тут боку бит вот этот вот тут видим просто наждачной бумагой сошлифовали на нормальное название просто на на царапами друг другого названия ну вот тут наверное оригинальный вы видно что не так спинка не поцарапана так сильно как у этих этих поделок с алиэкспресс вот эти какие-то тоже такие это некрасивые такие поделки тоже похоже передняя часть шкуркой было аккуратно все очищено может быть потом другое название написано какой там кри вот какая-то спинка очень сильно обцарапана вот какая-то спинка очень сильно обцарапана ну там какие-то царапины такие от другого качества вот такой металл похоже другой вот такие как-то кри написано какой там кри какой там кри какой там кри вот откуда же эти царапины могут взяться тут это установка вентилятор сделал поставил транзистор рф 640 вентилятор чтоб не нагревался транзистор то есть вентилятор тут транзистор поделка на алиэкспресс куплено но другие как бы горят этот не горит другие 100 вольтовые они горят тут драйвер tc 4452 куплены на алиэкспресс три штуки вот такие тонн поделка по-моему потому что фронты уже на большую емкость она сильно искажает на маленькую емкость в затворах работает хорошо тут вот я лампочка горит 60 ватт а вот поднимаю эту емкость она никак не влияет на сочение лампы вот рукой дотрагиваюсь вообще даже никак не колется ничто будто нет этой емкость то есть она в такой чистый резюманс вышла на полу волне что что вообще тут никакого напряжения нет то есть это вот 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 Словно посередине пучность напряжений. Вот тут ещё кусается. Вот землю. Вот землю прикасает, никакого влияния нет. Тут, конечно, не достает. Я тоже думаю, что не будет никакого влияния. В какой-то мере ещё поэтому тут нет ничего, потому что тут вот эта маленькая и она как бы в центр излучает, а тут она не излучает. Дизайн. Мышans. 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 Экспертипосады. Мышans. Мыши. Корректор. Вот мы очень слабый. Сделаю, чтобы пищало, когда скручу то, чтобы было слышно. ЗВОНОК В ДВЕРЬ 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 Бородает. Бородает. Теперь уже рука влияет, я все равно ничего не чувствую. Немножко обжигает, если так слабенько касаться. Бородает. 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 Бородает.